Добрый день! Мы продолжаем наше изучение недельных разделов в рамках семидесяти лиц. Обычно у нас два в последнее время лектора. Сегодня я и доктор Юрий Ленец. И мы будем говорить о нашем недельном разделе «Кукат». Это довольно интересный недельный раздел. В прошлом разделе у нас был разговор о восстании коров. Тогда я сказала, что комментаторы расходятся во мнениях, когда это происходило. Потому что у нас нет четкого указания, когда это случилось. Некоторые говорят, что это случилось сразу после грехоразведчика, которые приводят свои аргументы. Другие, наоборот, считают, что это кризис руководства перед входом в землю Израиля, то есть гораздо ближе к нашим временам. Так или иначе, исходит в прошлом недельном разделе между прошлым и теперешним огромный скачок между теми событиями, которые происходили после выхода из Египта в первые годы, и теми событиями, которые происходили перед входом в землю Израиля, когда между ними лежит огромное пространство больше тридцати лет, почти сорок лет, по которому как будто не было вообще никаких событий. Не было ни восстаний, не было ропота, не было ничего сверхъестественного, особого какого-то строения. Да, все время спускался Марц, все время были облака славы, которые защищали евреев. Они жили в некотором таком… Я скажу, что это была теплица, потому что ясно нам, что пустыня – это не теплица. Пустыня – тяжелое место для жизни, и несмотря на то, что они там жили под управлением Всевышнего, под его охраной, и получали бесплатно каждый раз ман, все равно это как бы не совсем то, к чему они стремились, выходя из Египта. Тем не менее, мы про это почти ничего не знаем. И вот мы приходим в некоторый, в нашу неделю разделе, к некоторому, безусловно, определенному периоду перехода. Интересно, что он начинается, об этом будет говорить доктор Ленинс, с заповеди о Красной Короле. Ну, есть некоторое мнение, возможно, что эта самая заповедь, она здесь как бы только повторена, потому что она тоже как бы висит в воздухе. Не сказано, он сказал, он перед входом в землю Израиля. Можно сказать, что она была сказана где-то когда-то, может быть, даже в первые годы, а сейчас она стала актуальной, поэтому ее присоединили к нашему недельному разделу, где, безусловно, придет речь о близком входе в землю Израиля. Почему поценить? Потому что кончился период смерти, кончилось то поколение, которым было суждено умереть в пустыне за отказ от земли Израиля. И новое поколение, оно уже готово войти в землю Израиля, и поэтому есть необходимость привести здесь законы очищения. Законы очищения, которые прежде всего очищают от нечистоты по мертвым, которые самые тяжелые нечистоты. И можете так себе представить, что евреи, очистившись от этого, в чистоте войдут в землю Израиля. Поэтому вот этот закон именно и поместили сюда, хотя, может быть, он реально был сказан именно в этом месте. А может быть, его, не важно, где его сказали, а может быть, его поместили сюда, потому что, чтобы подчеркнуть важность чистоты в момент входа в землю Израиля. Кроме того, в этом недельном разделе видим, безусловно, что начинается, происходит огромное изменение. Здесь умирает Мириан, и здесь умирает Ару. И в конечном итоге мы предвидим в будущем смерть Муше. И начинается новое поколение лидера, которые должны уже ввести народ в землю Израиля. И, казалось бы, все так прекрасно. Но, тем не менее, весь этот раздел, он создает ощущение дежавю. Я говорю, мы при выходе из Египта все время сталкивались со всякими жалобами. И нет воды, почему мы до сих пор не пришли, и все нехорошо, и все плохо. И вот, оказывается, то же самое. Вроде бы то же самое мы встречаем и в нашем недельном разделе. Нет воды, и они жалуются, почему мы до сих пор не пришли, и так далее. И больше того, есть даже параллели в некотором военном отношении. Там они воюют, здесь они воюют в середине, не было вообще никаких вой. То есть есть какое-то ощущение, что все повторяется. И хотя нам понятно, что не все повторяется, что поколение другое. И ментальность у них другая. Если там они ностальгировали и думали вернуться в Египет, то на самом деле здесь они уже не думают вернуться в Египет. А все их стремления к земле Израиля, они просто хотят скорее туда попасть. Тем не менее, есть некая проблема в том, что они говорят. Потому что это очень похоже. Они говорят, и возраптал народ Бога на маше. Зачем вы нас из Египта? Похоже, правда? Чтобы умереть нам в пустыне. Ведь нет ни хлеба, ни воды. И души наши опротивы, это негодная пища. Похоже. Хотя на самом деле мы понимаем, что это немного по-другому. Тем не менее, есть в этом проблема. То есть и новое поколение, в нем есть определенная проблема, что со всеми жалобами, со всеми неурядицами своими, они их выливают на маше, они приходят на маше и во всем его обвиняют. И это похоже. Хотя не то же самое. Можно было бы сказать, что вот эти все жалобы, они возникли после того, как есть тут некоторый такой отрыв, который описывает, что они попросили сейчас послал маше, послал бискадеши к царю Идомскому. Так сказал брат мой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас и так далее. И вот и пройти бы нам через землю твою, мы не пойдем по полям на оградникам, не будем пить воду из колодцев и так далее. Но Идом им говорит, что не пройдешь через меня. Отказывается. И они не могут с ним воевать. И поэтому первоначальный план войти через землю Идумеев и войти в землю Израиля срывается. Им приходится возвращаться и снова идти через пустыню. Можно себе представить, что в такой ситуации, когда вот они уже вот-вот, мы только сейчас получим разрешение от дома, от, скажем, от английского правительства, на аллею и приедем. И неожиданно все закрывается. Там, накидывал. Ну, не важно. Это уже какие-то дешевые в нашей реальности. Но это сильно разочаровывает. Так, мы здесь уже не пройдем. А где мы пройдем? Нам опять в пустыню. И в такой ситуации можно объяснить, что было некоторое падение морали. То люди уже совсем отчаялись от того, что они когда-нибудь дойдут до этой цели. В 40 лет они сходят. И вот-вот уже они 40 лет подходят к концу. И не видно, тем не менее, конца. И опять они начинают сжаловаться и на воду, и на пищу, и на все остальные неудобства. То есть это действительно какое-то тежавею. Это какое-то повторение в миниатюре того, что было при выходе из Египта. Хотя, я снова говорю, это было другое поколение, и у них другие цели. Тем не менее, и Моше разозлен их требованием воды. Почему, собственно, он злится? Вообще говоря, мы уже видели эту же ситуацию. В начале книги Шмот. Когда приходит народ к Моше, просит им воды, без всякой проблемы, Моше им достает из горы, из скалы воду. Оттуда он начинает сердиться, он начинает стучать по скале, хотя ему не сказано. И на самом деле интересно, что современные исследователи, безусловно, но даже есть и среди классических комментаторов такие. Есть Хоршорт, был комментатор простого смысла, который утверждает, что не было двух случаев стучания в воды из скалы, а случай был всего один. Просто он совершенно по-разному описывается в книге Шмот. И в книге Бамидбар. Если там не ставится это в вину народу, потому что они просят воды, то здесь уже ставится. Я не хочу подробно эту идею разбирать, когда она очень интересная, на самом деле, и подтверждает, например, исследование Мурайла Бройера, которое говорит, что в разных книгах описание, может быть, одного и того же события, или одного и того же закона, но с разных точек зрения, подчеркнуты разные аспекты. И тогда, неважно, это два разных рассказа, или это два разных рассказа об одном событии, или разные события. Но в этом случае, когда они требовали ввода из скалы, не только Муше, против которого явно Тура, которого явно Тура критикует за то, что неправильно себя повел, столб стукнул по скале, вместо того, чтобы не говорить, или еще по какой-то другой причине не проявил достаточной веры, не дал возможность случиться чуду Всевышнего. Все не совсем так. Все неправильно. Не должны были они таким образом требоваться. А что они должны были делать? Нет же воды. Что им делать? И еще раз вернемся к тому, что это переходный период. Это переходный период из стиля жизни пустыни, в котором они живут на всем готовом, в котором они как бы находятся вне времени, вне пространства. Они в пустыне, они под божественным охраной, под божественным управлением, на всем готовом, и ничего не происходит. Только кто-то умирает, кто-то рождается. И из этого положения они должны перейти в нормальную жизнь. В нормальную жизнь, где нужно сеять и пахать, и печь хлеб, и добывать себе, строить себе дома, и миллионы других вещей, которые подразумевают нормальную жизнь на своей земле. А это у нас переходный период. И вот это и в реальной жизни. То есть это переходный период от жизни под оболоками славы в реалии чуда, к жизни, в которой, собственно, чудеса исчезают или уменьшаются. И вот встает вопрос, может ли чудеса совершенно исчезнуть, и вообще можно ли жить в реальности нашей без чудов. Интересное продолжение. Надо еще все-таки отметить, что это в нашем разделе действительно есть переход ям. То есть их не пропускает и дом. А дальше происходит война с царем Арадо. И с царем Арадо дал Израиль обет Господа и сказал, если ты предашь народу эти броки мои, то разгромлю города их. И Господь предал Кунеонеев и разгромили они их городами и так далее. Война. И успешная война. С другой стороны, с божественной помощью. То есть они уже не сидят целиком в Ешиве и учат Тору круглые сутки, оторваны от мира и от времени. Они выходят на войну. То есть всякие... Есть здесь свидетельства о том, что происходит переход уже от жизни оторванной к жизни, соединенной с Землей, где им приходится действовать самим. И в этом смысле интересное очень продолжение истории с источником, на которое обычно не очень обращают внимание. Мы все часто возвращаемся к этой истории, спрашиваем, что Муше сделал неправильно. А сейчас мы посмотрим ее продолжение. Давайте я, может быть, поделюсь с вами... Здесь у меня есть вторая секунда. И двинулись сыны Израиля, и остановились в свободе. И двинулись, и остановились. Отправились оттуда, остановились в пустыне по ту сторону Арнона, которая выходит из пределов Эбрея, ибо Арнон взранится Маавом, между Маавом и Амарейом. И потому, и сказано в книге Брани Господней Ваев Сурея, потом Германа, и течение потоков, что спускается до Ары, прилегает к границе Маава. И оттуда двинулись к колодцу. Придлигает какой-то колодец. То есть, воды нет, конечно, но есть колодец. Что это за колодец? Это тот колодец, о котором Господь сказал Муше, собери народ, и я им дам воды. В данном случае уже никто ничего не просил, ничего не жаловался. Это инициатива свыше, но с другой стороны, каким образом там вода? И тогда воспел Израиль песню эту. Наполняйся колодец, пойте им. Колодец, который князья выкопали, вырыли его вожди народа жезлом, посохами слоями. Из пустыни двинулись спонтанно, из матана, из муфле, из муфле, из муфле, из помо. Есть тут песни. Очень кратно. Но Седро Лам Абабу, такой мидраж, перечисляет все песни, которые у нас встречаются в таре. В очень-очень-очем смысле вся тара эта песня. Она сказана таким возвышенным языком. Но нам ясно, что есть некоторые песни, которые больше песни, чем просто тара. Например, песни на море, песни Азину в конце, есть песни «Пророчество дворы» и так далее. И среди этих десятков на весь тонах есть еще вот такая маленькая песня. Наполняйся, колодец, пойте им. С одной стороны, вроде бы там участвовали князья, и что-то они вырыли, копали своими посохами. Трудно представить себе, как посохом может что-то вырыться. Главное здесь то, что колодец наполняется этой песней. Это не песня благодарности за воду, которую откопали эти князья, а это песня инициации колодца. То есть колодец-то был, он был как бы пуст. А когда воспел Израиль эту песню, наполняйся колодец, пойти ему. И вот после этого появляется в нем вода. То есть возникает некоторая поразительная вещь, возникает чудо. была пауза, тебя не было слышно. А, ну это мое. Да. Тут есть чудо появления воды, но это чудо, которое совершает Израиль своей песней. Вода, на самом деле, это очень глубокое понятие. Она затрагивает самые глубокие какие-то пласты человеческие души. И у меня, например, есть сынок, который зовут Берри. То есть колодец. Ну, от слова колодец. Берри. На его бритве, я сейчас очень сокращаю, конечно, его отец говорил, сказал два-тва раз, сказал слова и объяснял, какое различие есть между воды, которая приходит сверху и водой, которая приходит снизу изнутри души. И вот эта вода, которая появляется в колодце через песни, через обращение народа Израиля к каким-то глубинам души мира, скажем, она поразительна. Поразительное чудо такое, когда народ вдруг понимает, что в его силах совершает чудеса. Для этого не нужно ходить и жаловаться мужу, не надо ругаться на Всевышнего. А на самом деле у народа есть силы, и у него есть силы совершать чудеса в том числе. Хотя на самом деле, конечно, время чудес, оно окончается. Им придется реально воевать земле и придется завоевывать, строить, пахать, сеять, все такое, но все это, тем не менее, невозможно без чуда. Это должно идти с чудом, с песней. в конце я хотел привести это рассказывать на экскурсоводы, который еще более проясняет идею чуда и материального. Есть такая история, что во время войны за независимость арабы атаковали Цфат. И была опасность захвата Цфата. Вот в спасении Цфата были два компонента. Один компонент естественный, а другой компонент чудесный. Кабалисты Цфата сидели и молились за то, чтобы пришло спасение Цфата. Это был естественный компонент. А чудесным компонентом было то, что бригада пальмахов поспел вовремя. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Трудящиеся вопросов не задают. Не надо. В общем, короче, я вам всем желаю, что у вас в жизни было больше чудес и больше песен и такой вот способ жизни в земле Израил. Ладно? Тогда я передаю свой посох жезлом. Жезлом давай. Я буду дальше колодец копать. Да. Чтобы копал колодец дальше. Правильно. Да. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, вот я хочу начать с одной единственной фразы, которая, мне кажется, идет к тому, что рассказала Нехана. Я тут писал, я пишу драши для еврейской газеты, и вот я писал драш на заповедь Бекурим, соответствующий раздел, где сказано, вот, когда ты придешь в свою землю, то все плоды, значит, там, не все, а все плоды, ты должен первые, самые лучшие, самые спелые плоды принести в храм, отдать корни. И очень интересно, что в конце этой заповеди есть такая интересная фраза, и будешь радоваться всему добру, которое сделал тебе Всевышний. простите, не в конце, а в начале, значит, вот ты придешь, земля произрастет, и ты будешь радоваться, и вот ты должен пойти с этими первыми плодами. Причем эта радость должна возникнуть еще раньше, чем ты соберешь плоды, просто от того, что ты пришел в землю Израиля. И есть на эту тему очень интересный комментарий, что когда ты собрал урожай, то вообще, говоря, радоваться плодам своих рук, это совершенно естественно, вот это радость, как же, я копал, поливал, сел, я знаю, что делать, и вот достиг большого успеха. А вот на национальном уровне, вот мы пришли в землю Израиля, гораздо сложнее понять, что это радость. И на эту тему в цалме есть совершенно потрясающая фраза. Когда мы пришли, когда мы вернемся в землю Израиля, то мы были как во сне. Мы не понимали, что с нами происходит, мы не видели это чудо великое, которое совершает с нами Всевышний. А вот дальше, когда другие народы скажут как много Всевышний сделал для них, вот когда другие народы это скажут, тогда мы начинаем понимать эту великую радость, это великое чудо, которое с нами совершилось. Вот. Но это не по теме моего выступления. Теперь возвращаюсь к теме. Начну, как всегда, я показываю, что мы обсуждаем вот этот вариант перевода и комментария, книга Тараме Цион, пятикнижа Амаше. Вот. И речь идет о недельном разделе Укат в самом его начале. Вот о чем речь. Значит, Нехама уже сказала о том, где мы сейчас находимся. Значит, по всем мнениям, уже прошло 40 лет. Точнее, от горы Синай 38 лет. Первый год с чем-то мы простояли у горы Синай. Но вот прошло 38 лет, и мы пришли к восточному берегу реки Иордан. И вот сейчас будет, собственно, то, ради чего мы шли. Мы должны войти в Эритскнан и завоевать ее, унаследовать ее, и начать реализовывать Тору на своей земле. И между прочим, совершенно очевидно, что придется заниматься войной. То есть, вот, если мы в пустыне жили в таком искусственном мире, где никаких для нас огорчений не было, ни еды, то есть, в смысле, еда была, и вода была, и облака славы нас защищали, и никто на нас не нападал, мы спокойно жили в таких тепличных условиях. Теперь придется заниматься войной. Нет, конечно, война у нас была и раньше. У нас была война на берегу Красного моря, но мы в ней не участвовали. Война была, а мы в ней не участвовали, потому что Всевышний воевал за нас и уничтожил войско Фарабана. Дальше была история с Амалеком, но в этой истории с Амалеком тоже такая на той войне незнаменитая. Хотя мы должны про нее помнить и не забывать, но на самом деле в ней участвовало 10 тысяч военно-обязанных. Если учесть, что у нас всего было 603 тысячи там с небольшим, то 10 тысяч это как бы одна шестидесятая часть народа Израиля участвовала в войне. А одна шестидесятая это вообще говоря, согласно нашей традиции, это то, что почти незаметно. То есть если одна шестидесятая часть молока попала в мясную кастрюлю, то кастрюля продолжает оставаться мясной и ничего страшного значит можно дальше это все так вот сейчас будет война серьезная. Сейчас мы будем завоевывать землю Израиля и в этой войне придется участвовать всем. Так сказать, чуть позже мы узнаем, что даже те колена, которые получают наделы на восточном берегу Иордана все равно они должны идти их военно обязанная часть мужчины должны идти со всем народом помогать в завоевании западного берега Иордана. То есть будут серьезные большие войны. И война это помимо того, что это победа и радость победы, это еще и в любом случае смерть. на войне убивают и на войне можно и погибнуть и на войне с неизбежностью так просто всегда получится человек будет вынужден соприкасаться со смертью. То есть где-то соприкасаться с убитыми, где-то их хоронить, где-то что-то в любом случае. А мы знаем и мы это уже учили в книге Ваика, что мертвое тело, смерть это источник самой сильной нечистоты. То есть то тело, из которого ушла жизнь, вернулась к своему источнику, это тело это источник нечистоты. И поэтому перед тем, как принять участие во всех этих войнах, Тора нам дает лекарство от смерти. Причем это лекарство от смерти, оно что называется в двух аспектах. Ну во-первых, это способ очистить человека от нечистоты, связанной с тем, что он соприкоснулся с мертвым телом. И еще это описание лекарства от смерти, это намек на грядущее воскресенье. То есть, да, в этом мире мы все смертны, но придет пора, и мы все воскреснем. И об этом говорит Тора. Итак, недельный раздел Хукат и говорил о Шем Маше и Орону сказал, это основной закон Торы, который приказал Ашем сказал. Значит, ну, здесь у меня вот идет просто текст перевода из вот этой книги, которую я вам показывал, и выделены те слова, которые мы будем обсуждать, но вот основной закон, это мы обсудим чуть позже, а пока что пойдем по собственно рецепту лекарства от смерти. Говори сынам Исраэля и возьмут к тебе корову красную цельную, в которой нет изъяна, на которую не поднималось ярмо. И дадите ее Элязару Коэну и выведет ее вовне лагеря и зарежет ее перед ним. Интересно, кто ее перед тем. и возьмет Элязар Коэн из крови ее пальцем своим и брызнет напротив лица шатра встречи из крови ее семь раз и сожжет корову перед глазами его шкуру ее опять же кто сожжет и перед чьими глазами шкуру ее и мясо и кровь ее с выделением ее сожжет и возьмет Коэн дерево кедровое и изов и червленницу и бросит в среду сожжения коровы то есть в костер и постирает одежды своей Коэн и омоет плод свою в воде а после войдет в лагерь и нечист Коэн до вечера и сжигающий ее постирает одежды своей в воде и омоет плод свою в воде и нечист до вечера значит вот приготовляется пепел из такой странной смеси корова кедровое дерево трава изов и червленница сейчас будем разбираться что это такое и соберет муж чистый пепел коровы и поместит вне лагеря вместе чистом и будет для общины сынов Исраэля стражей для воды обрызгивания хатат это ну как мы помним хатат это жертва которая приносится для искупления то есть если человек касался мертвого вообще это делать не следует но есть такой специальный хатат как это исправить значит и собирающий пепел постирает одежды свои и дальше коснувшийся мертвого среди всякой души человека нечист семь дней он очистится им в третий день и в день седьмой очистится а если не очистится в день третий и в день седьмой то не очистится всякий касающийся мертвого среди души человека который умрет и не очистится мешка нашим сделан нечистым и отсечется душа та от израиля потому что вода обрызгивания не побрызгана на него не чист будет еще не чистота и вода значит что здесь происходит во-первых берут корову красную цельную из всех домашних животных вообще говоря корова наверное самая большая и сильная самая большая сильная но можно сказать бык сильнее коровы и больше ее по размеру бык может быть 600 килограмм а корова 400 килограмм бык он и больше и сильнее но в корове гораздо больший потенциал жизни почему а корова может родить теленка чего не скажешь про быка то есть потенциал жизни заложенный в корове гораздо больше это максимальный потенциал животной жизни и ну осел меньше лошадь меньше верблюд скажем так выше коровы но если говорить по весу по жизненному потенциалу все-таки верблюд меньше коровы так что это максимальный потенциал животной жизни в ней нет изъяна она идеально хорошая она не работала я напоминаю что лошадь как тягловое животное в те времена не использовалась лошади были очень редкими а пахали груза возили на коровах или на быках вот поэтому значит на корову на которую не поднималась ферма значит она не работала то есть идеально сильная мощная с большим жизненным потенциалом животное и красный цвет коровы бывают разных цветов значит ну мне так кажется что скорее это что-то рыжее потому что я не очень себе представляю корову с красной шкурой но значит красная рыжая в любом случае красный цвет это символ жизни потому что сказано у нас в книге кровь не ешьте в ней душа всего живого а кровь сухопутных животных она красного цвета то есть если корова красная то это не только значит сильное большое тяжелое с жизненным потенциалом животное у нее еще и жизненный цвет она красного цвета и эту корову надо полностью уничтожить и превратить в пепел ничего от нее не используется да то есть скажем когда приносятся мирные жертвы то что-то сжигается но в основном съедается здесь уничтожается все полностью вплоть до выделения ее все надлежит сжечь причем вот это вот дважды повторенное сожжет сожжет в одном пасуке означает что именно мамаш сожжет ничего ни шкуры ни копыт ничего от нее использоваться не будет все будет сожжено в огне но этого мало к этой корове добавляют еще три предмета ветка кедра пучок травы изов и червленец начнем с конца кто такая червленец это шерстяная нитка окрашенная в красный цвет вообще говоря должен вам сказать что если вы где-то в Танахе видите червленец обогрянется тхелет сразу смело можете говорить речь идет о шерстяной нити или шерстяной ткани почему а потому что ну знали в те времена два вида тканей шерсти лен но лен окрашивать не умели лен начнут окрашивать в 19 веке нашего лета исчисления с изобретением манилиновых красителей а в те времена в раньше лен использовали в его природном виде то есть если его хорошо отбеливать значит вот там есть целая технология изготовления ткани из лена и последний этап расстилают уже готовые холсты льняные на солнце и на солнце они отбеливаются и вот в таком белом виде если плохо отбелили он будет серенький такой а хорошо отбелили реально будет белый вот так лен использовался для изготовления одежды там белья чего угодно то есть если нам говорят что нечто имеет цвет червленый это значит шерсть ее красить умели чем красили шерсть значит червленец это красный цвет по нашему сказать красный для краски шерсти в красный цвет использовали некое производное червя от кашенили кто такая кашенили это очень маленькие червячки значит один единственный такой червячок нужно обладать или очень острым глазом или какой-то линзой лукой чтобы его увидеть значит но когда этих червячков много их специально разводили на листьях определенного дерева кашенили и дальше эти из этих червячков конечно из миллионного количества добывалась красная краска естественная природная которая окрашивала шерсть так вот червленница это шерстяная нитка окрашена такой краской и теперь смотрите красная корова это максимум жизненной энергии животного мира а червленница это красный цвет от самого самого маленького червячка то есть это совершенно минимально живое существо то есть если говорить что вот от коровы до червленницы то мы покрыли весь диапазон животного мира от самого большого и сильного до самого маленького ну вы скажете что слон и ликит больше коровы правда но здесь речь идет о домашних животных о тех что используются в хозяйстве ну домашние слоны в наших краях не очень актуально значит дальше дерево кедрово ну вот кедр ливанский это самое большое известное нам здесь дерево да конечно в соединенных американских штатах растет секвойя секвойя партия да которая конечно выше кедра так раз в несколько и толще кедра и живет гораздо дольше но до открытия Америки остается еще приблизительно 3000 лет поэтому в наших краях секвойя не растет а кедр это самый большой представитель растительного мира кто такой эзов это такая маленькая травка вот эзов или сок то есть опять-таки от самого большого дерева до самой маленькой травки весь диапазон растительной жизни ну опять-таки может быть там какой-нибудь мох меньше чем трава эзов но здесь опять-таки речь идет о используемых растениях эзов или сок это исходное сырье для производства пряности зоотар то есть то что используется человеком в жизни ну а кедр это наш строительный материал кедр реванс это для строительства домов и для строительства декан и гнаш итак все это сжигается и превращается в пепел этот пепел собирается и хранится что с этим пеплом делать дальше берется чистый глиняный сосуд и здесь мы должны вспомнить о том что Адам решен был сделан из земли из глины да то есть вот это вот чистый глиняный сосуд символ человеческого тела в этот сосуд наливается родниковая вода и дай в него воды живой живой значит родниковой не прошедший природную обработку и в этой воде растворяется щепотка пепла вот от этой красной коробки пепла может быть совсем чуть-чуть действительно реально щепотка есть у наших мудрецов какие-то соображения что за всю историю Израиля от времен когда мы стояли на берегу Иордана и до разрушения второго храма всего в общей сложности было использовано где-то порядка 30-40 красных коробок то есть пеплу нужна самая щепотка воды может быть в сосуде много и всего-то надо на человека два раза брызнуть этой водой поэтому этот очищающий эликсир оживляющий он так сказать расходуется очень немало значит глиняный сосуд источник глиняный сосуд символ человека вода символ жизни и пепел вот этого всего континуума и животного мира и растительного мира и самого большого и самого маленького а сосуд символ человека вот вам символика этого еще интересно конечно слово пепел есть в игрите два слова которые звучат почти одинаково это прах и пепел прах земной и пепел и вот звучат они одинаково но говорят о разных вещах прах земной это начало всего это так же как адам арешон был сотворен из праха земного и адам был давно да уже очень давно а сегодня из праха земного произрастает плоды земли и произрастают деревья и все замечательно они произрастают то есть прах это начало жизни а пепел это ее конец из самого пепла уже ничего не сделаешь и вот символика здесь такого замыкания замыкания круга начало и конец конец и снова начало потому что я сказал что здесь есть намек на грядущее воскрешение из мертвых но до этого воскрешения нам предстоит умереть да будет конец жизни а потом будет новое начало то а теперь это сказать ну некоторое объяснение заповеди да разъяснение а теперь я хочу вернуться к второму кусок и обращаю ваше внимание вот на эти слова это основной закон Торы понимаете понимаете говоря есть десять заповедей среди этих десяти заповедей есть первая заповедь ну или некоторые считают что это заголовок к следующим заповедям значит я ашем логинтвой который вывел тебя из земли египет из дома рабов и не будет у тебя других элогим передо мной вроде бы гораздо серьезнее заповедь да декларация монотеизма а здесь сказано это основной закон Торы а если мы откроем комментарии Раши вот к этому пасуху второму то мы там прочтем еще более интересную вещь Раша говорит пересчитать значит Гоем то есть народы мира пересчитывают Израиля имеется ввиду пересчитывают законы Израиля и говорят что это митцва вам то есть почему зачем о чем речь как понять вот это вот себе комментарий Раши и как понять почему эта заповедь является основным законом Торы дело в том что люди далекие от иудаизма наши заповеди смотрят внимательно и анализируют и на сегодняшний день скажем такая заповедь как кашру что есть можно что нельзя и в каком порядке и так далее и так далее получил полное одобрение всех диетологов настолько полное что вот в Соединенных Американских Штатах абсолютное большинство мясопродуктов приготовляется по правилам кашрути не для евреев а для обычного супермаркета почему а потому что считают что это полезнее чем традиционный забой скота да хорошо такая заповедь как шаббат то есть обязательные перерывы в работе то есть нельзя работать в непрерывном режиме да вот шесть дней работай а на седьмой день шаббат отдыхать она не просто одобрена всеми социологами психологами политэкономами и кем угодно она в той или иной мере реализована во всех цивилизованных странах везде есть день отдыха где один а где два а иногда и больше решили что это полезно или скажем заповедь чистоты семейной жизни и обрезания долгое время издевались над евреями за вот это вот дело но сегодня и всякие там семейные психологи и медики и физиологи все считают что в этих заповедях большой смысл то есть понимаете гоем пытаются научно доказать правильность необходимость полезность заповеди но когда они натыкаются на заповедь о красной короле то им кажется что это абсолютно бессмыслица что это какое-то магия идолопоклонства ну представьте себе картинку как несколько седобородых старцев значит вот привели к ним красную корову положили ее на землю кто-то значит корову держит чтобы она не вскочила не убежала а вот эти седобородые старцы рассматривают ее шкуру чтобы не дай бог на ней не было ни двух двух черных волосков чтобы она была вся рыжая картинка еще та и легко могут сказать а вот евреи вы гордитесь своим монотеизмом а вы занимаетесь явно какой-то магией идолопоклонством что за чушь что за какие-то действия там взяли животное несчастное сожгли его пепел в воде растворили брызгают на человека ну бред силы кобыли нет понятно не убей не укради там и так далее все очень правильные логичные заповеди мы со всеми согласны во все уголовные кодексы мира вошло но вот это что за бред у вас красный король и тем не менее именно так написано в ивритском тексте зод хукат атора если бы надо было сказать это закон то сказали бы зе зод фок а когда говорят хукат атора это смехут грамматическая форма от слова хука конституция или основной закон то есть перевод вот здесь у меня это основной закон тор и не как иначе не кашурук не шаббат не заповедь о том кто у нас алогим естественно ашем и не там законы не убивай не кради не обманывай торгуй честно суди правильно все это потом основной закон тор это закон о красном и это надо как-то объяснить и объяснение здесь может быть очень простое дело в том что если человек принимает тор что называется по вкусу вот это заповедь мне нравится вот я никого не буду убивать и вот я ее буду исполнять или там скажем это заповедь субботнего отдыха мне нравится я ее буду исполнять а вот это заповедь мне не нравится и я просто ее исполнять не буду она для меня не существует так вот в этой ситуации это значит только одно что человек Тору не принимает. Потому что принять Тору – это значит принять все, что в ней сказано. И не бывает заповедей неприятных и неприятных, удобных и непонятных. Этого не бывает. Бывает Тора. И все заповеди Торы для нас одинаково важны по одной простой причине – по причине их авторства. Это указание Всевышнего. Знаете, если солдаты выполняют только те приказы, которые им нравятся, то это не солдаты и это не армия. Тору. Армия устроена так, что в ней выполняют все приказы, нравятся они или не нравятся. Тору устроено так, что человек принимает ее целиком, понимает он заповедь или не понимает, нравится она ему или не нравится. Но если человек принимает Тору, он принимает все, что в ней есть. И именно поэтому вот этот закон, который логически обосновать, я не знаю как, мы его сегодня еще не понимаем. И закон, который удивительный. И тем не менее, мудрецы говорят, это основной закон Тора. Его примей. И вместе с ним примешь и все остальные. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Нет. Прекрасно, что я, в общем, о всем согласна. Все-таки хотелось, если можно возразить, что в современном языке, безусловно, хука означает конституция. А вот в языке Торы это не так очевидно, потому что, например, насколько я помню, в книге Шмот употребляется слово хука в отношении соблюдения законов ПСР, например. И мы говорим, по-моему, в книге Шмот употребляется в отношении соблюдения законов ПСР. То есть будет один и тот же закон у тебя, тоже имеется в виду, надо посмотреть точно в отношении каких законов там. Но вообще у нас хок – закон, не имеющий логического обоснования. Ну да, это комментарий мудрецов. А хука именно в таком женском роде, она употребляется не обязательно в качестве основного закона, вот что я хотела сказать. Ну я попытался так вот привязаться к комментарию Раши. А Раша не говорит, что это основной закон? Раша говорит, что народы именно в него упираются. Да, это правда, совершенно. Я же говорю, я только возражала против одного маленького компонента, что мне очевидно, что вот этот перевод, он смещает немножко, что это основной закон. Закон действительно по-разному есть, хоку, мишкат, хука – это разные слова, они немножко разные, безусловно, называют мыслышностью, мысловой. Но то, что это вот конституция, это мне… и действительно, как бы… На самом деле, да, на самом деле у нас в Торе в двух местах есть такие вещи. Ну вот, это закон Торы, да, и еще там, где говорят про закон Годы Шмита, что это закон Синайя, что тоже непонятно, вроде все законы Синайя, но… Да, нет, но это в контексте того, мне кажется, в той ситуации… Да, там… Доверие к чему… Доверие к чему… Да, но… Все законы Синайя, но там, видимо, подчеркнет еще продолжение предыдущего, то есть как бы мы отклонились в сторону законов Коэнов там, а потом мы возвращаемся к законам… Как бы это продолжение передачи закона в Синайя, тогда как-то, так сказать, дальше потом будут какие-то другие… Ну… Ладно. Ну, если нас, трудящиеся, не будут спрашивать, то тогда мы закончим. Да. Ладно. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Встретимся в следующий раз. Заранее, за день до, поздравляю вас, у нас в четверг Рош-Хойдаш. Понятно. Или завтра, подожди. Завтра Рош-Хойдаш. Да-да-да, у нас уже завтра заходит Рош-Хойдаш. Завтра. Так что… Господа… Да, Ходыш-тоф. И Муссов. Галей в обязательном порядке. И всем Ходыш-тоф. Пусть этот месяц будет на благо нам и всему Израилю. Бай-бай. Бай.